МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Вопиющий случай. Ногами до смерти сын забил родную мать. Обратная связь. Не без участия новостей нашего города в одном из домов удалось решить коммунальную проблему. И модная полиция. Новую форму для стражи порядка утвердил министр внутренних дел, что думают о переодевании местные полицейские. Начну с новости политического характера. В Надымском районе назначен новый глава. Кандидатуру Станислава Шигурова единогласно утвердили депутаты района и Думы. Участие в заседании принял и губернатор Дмитрий Кобылкин. Он поздравил нового главу, назвал эту должность очень ответственной, а муниципалитет непростым. Он также отметил, что в истории Ямала встречается очень много сложных моментов. Жизнь постоянно ставила перед округом трудные задачи. Но, несмотря на это, общая динамика развития региона была всегда положительной. Также Кобылкин сказал, что считает, наиглавнейшей задачей не просто сохранить потенциал развития региона, но и развить его, поднять на качественный новый уровень. Мы не собираемся строить новые города, но очень хочу, чтобы у нас были достроены железная и автомобильная дороги, чтобы не снижалась динамика ввода жилья. Конечно, нам нужно развивать государственно-частное партнерство. Благодарю депутатов, а в их лице всех жителей Надыма и Надымского района за доверие, выраженное Станиславу Шигурову. Муниципалитет всегда может рассчитывать на поддержку округа. Ямальским госслужащим запретят брать подарки. Соответствующий проект постановления губернатора округа подготовлен на Ямале. Пресс-служба правительства сообщает, документ призван искоренить систему поощрения чиновников за их действия или без действия. Напомню, согласно федеральному и окружному законам о государственной гражданской службе, чиновникам запрещено получать вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей, будь то подарки, деньги или услуги. Принять дар госслужащий может только в ходе протокольного мероприятия или служебной командировки, и то, если стоимость подарка не превышает 3000 рублей. В противном случае его признают федеральной или региональной собственностью и изымут. Специалисты Ямальского управления по противодействию коррупции считают, что должностные лица должны окончательно понять разницу между даром и взяткой. Очередной результат работы рубрики «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». На прошлой неделе новости нашего города рассказывали о ситуации, которая сложилась в доме 14Б по Северной после того, как здесь установили общедомовой прибор учета. Напомню, после того, как в доме появился агрегат, горячая вода из-под крана становилась не раньше, чем через полчаса. Все это время она, так сказать, нагревалась, стекала, а вместе с ней и копеечки за столь дорогую услугу. Мы сделали официальный запрос в Энергогосноябрьской, вот сегодня стало известно, что неполадки устранены. Теперь вода горячая, на вид прозрачная, но люди уверены, что по составу она лучше не стала. А все якобы из-за того, что прибор узла учета изначально установлено неправильно. Холодная вода, очищенная у нас с водочистых, идет через теплообменник. Теплообменник отопления, он греет воду, нагревает ее до определенной температуры, до 50 должен нагревать. И вода пошла потребителю. Но она чистая, понимаете? А обратка, есть обратка. Она грязная вода. То есть отработанный продукт. В итоге мы сейчас просто отработанным продуктом моемся и все. Но есть горячая вода. Мы хотя бы этому рады. Кстати, проблемы после установки прибора учета воды возникают в квартирах жильцов нередко. А все дело в том, поясняют специалисты, что установленные приборы имеют некие сужения, которые обеспечивают точность измерений. Учитывая, что в ноябрьские инженерные сети слишком старые и забитые, скорость воды снижается, а вместе с тем ухудшается ее циркуляция. Соответственно, температура воды падает. Если такое происходит и в вашем доме, необходимо обратиться в управляющую компанию, которая и обязана подать заявку в «Энергогазноябрьск». Что немаловажно, устранить недочеты подрядчики должны за свой счет, а собственники квартир имеют полное право потребовать с управляющей компанией перерасчет за некачественно предоставленную услугу. Когда ничьи, слова не в счет. Жители Ноябрьска вновь стали свидетелями того, как подрядчики сегодня укладывали асфальт, несмотря на снег. Люди уверены, что работы велись с нарушением нормативов. Они отсняли увиденное на видеорегистратор и принесли в нашу редакцию. Все происходит над Зержинского. В пору вспомнить слова из песни «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной». Только следующую фразу заменить строчкой, когда в срок нужно выложить асфальтовый слой. И это при том, что буквально во вторник первый замглавы администрации города Андрей Косяненко заявил, что за последствия халатности подрядчиков администрация расплачиваться не намерена. Все, что будет уложено в асфальт, в погодные условия, не соответствующие требованиям СНИПа, считайте, что вы это делали за свой счет. Я никаких актов не подпишу, пока вы мне не докажете, что уложенный асфальт соответствует всем требованиям СНИПа и так далее. Если вы стали свидетелем интересной, курьезной, веселой или напротив серьезной, несправедливой, как вам кажется, ситуации, и у вас есть фото или видео, или же вы недовольны работой или, напротив, готовы похвалить коммунальщиков, обращайтесь в наши рубрики ЖКХ «Новости наших горожан» и «Нам здесь жить». Мы находимся в медиа-центре по проспекту Мира. Наши телефоны 49 99 40 и 34 62 75. Шокирующее по своей жестокости преступление произошло в ближнем СМП. 24-летний молодой человек до смерти забил ногами свою мать. До 65-летнего юбилея женщина не дожила буквально три недели. Свой поступок горе-сын объяснил внезапной вспышкой ярости. Когда он понял, что натворил, сам вызвал скорую помощь. Однако медикам он заявил, что маме не здоровилось и мертвой он обнаружил ее под утром. Правда, скрыть следы избиения не получилось. Молодой человек задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По прибытию на место было установлено, что действительно по указанному адресу находится труп пожилой женщины с многочисленными телесными повреждениями, локализованными в области головы, а также специфическими признаками, указывающими на то, что у нее имеются обширные повреждения ребер. В дальнейшем мужчина, видимо, осознав, что он натворил, раскаялся и обратился к сотрудникам полиции с явкой с повидной, в которой изложил обстоятельства причинения своей маме телесных повреждений, от которых она и погибла. Другой житель Ноябрьска ответил по закону за угрозы полицейским. Это случилось 3 сентября. 25-летний уроженец республики Азербайджан в этот вечер стал участником пьяной драки. Мимо проезжавшие сотрудники ППС попытались остановить потасовку, однако подозреваемый вытащил нож и несколько раз замахнулся им на представителей закона. Буйного гражданина задержали и доставили в участок. Сегодня Ноябрьский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Новое обмундирование, в котором все чаще появляются на улицах полицейские, теперь окончательно утверждено министром внутренних дел России. Приказ Владимира Колокольцева опубликован в российской газете. Один из важнейших элементов новой формы нагрудный знак и бейдж, которые удостоверяют личность сотрудника, несущего службу в общественных местах. Ну а главное отличие новой формы от старой, ее цвет темно-синий вместо темно-серого. В числе нововведений ветро-влагозащитный костюм, демиссий-зонный костюм и джемпер. У офицеров полиции появилась возможность вместо шапки или фуражки носить бейсболку, а вот специально для районов с холодным климатом разработан зимний костюм с натуральным меховым съемным утеплителем, выдерживающим до 40 градусов мороза. Обувь в модели, которые разработаны для каждого сезона, изготавливаются из натуральной кожи. Стоимость одного такого костюма до 35 тысяч рублей. Ноябрьских полицейских полностью переоденут в ближайшие два года. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника местной полиции Василий Антонов. Правда, новые комплекты у некоторых есть уже и сейчас. Они были приобретены за собственные деньги. Однако, мнение о новой форме среди самих полицейских разделилось. Кто-то новым обликом полностью доволен, а у кого-то к качеству обмундирования есть претензии. Ярче стало, симпатичнее, красивее. У нас есть поговорка в России, как людей встречают поддержки, проводят по уму. Теперь мне не стыдно показаться на улице. Граждане, я думаю, и граждане полюбят эту форму и уважать. Потому что все выглядят ярко, красиво, удобно. Само качество материала, я считаю, что мое чисто субъективное мнение, что качество материала старой формы, оно на порядок выше. Я и получал форму, и частным порядком имел возможность пошить ее, покупал материалы. И мне кажется, что качество материала старой формы, оно предпочтительнее, выигрышнее. Ну, я допускаю мысль, что это новое, и оно со временем все равно отработается, и производители прислушаются к мнению сотрудников. А вот о том, что интересного на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. Сегодня российские нефтяные компании все больше внимания уделяют разработке месторождений со сланцевой нефтью. «Газпромнефть» одной из первой стала работать в этом направлении. А совсем недавно, в августе, в компании приняли программу работ по изучению залежей Бажино-Абалакского комплекса. О том, как будет добываться сланцевая нефть, читайте на четвертой полосе издания. Молодые мамы часто паникуют, поскольку считают, что найти новую работу после декрета почти нереально, а корреспондент газеты решила проверить лично, так ли это на самом деле. Став одночасье мамой виртуального малыша, она отправилась устраиваться на должность офис-менеджера. Чем закончился эксперимент журналистки, читатели узнают, открыв седьмую полосу газеты. Наступившая в городе зима станет тяжелым испытанием для бездомных животных, и шанс выжить у них будет совсем невелик, поэтому активисты ноябрьского движения «Право на жизнь» вот уже больше года проводят свои акции. За это время новых хозяев нашли 837 кошек и собак. А недавно в городе прошла очередная выставка «Хвостатых найденышей». О том, как это было и сколько бездомных животных отправили жить в квартиры и дома ноябрьцев, читайте на восьмой полосе газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. Многодетные матери получат денежные подарки в канун своего праздника. Речь идет о женщинах, которые воспитали пять и более детей. Таких в ноябрьске 111. Причем 8 из них получили право на выплату в этом году. В городском управлении соцзащиты населения рассказали, что размер материального поощрения равен 1000 рублей на каждого ребенка, независимо от его возраста. Причем документы, подтверждающие право матери на ежегодную выплату, соцзащиту необходимо предоставить в только один раз. Напомню, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Ноябрьские школьники вскоре начнут борьбу за звание самых умных. 14 октября во всех образовательных учреждениях города стартует школьный этап Всероссийской Олимпиады учеников. Он будет проходить в течение 12 дней до 26 октября. За это время школьники продемонстрируют свои знания по 21 предметам. Победители и призеры школьного этапа примут участие в интеллектуальных состязаниях на муниципальном уровне, который пройдет во второй половине ноября. Надо сказать, что Олимпиада пройдет в том числе и по краеведению родным языкам. Такое решение принято с тем, чтобы популяризировать краеведческое образование и сохранить языки коренных малочисленных народов Севера. В школьном этапе по этому направлению могут принять участие ученики из 7-11 классов, в муниципальном этапе – 8-11. А на уровне учреждения профессионального образования допускаются студенты, имеющие соответствующую подготовку в номинации «Родные языки». Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для пострадавших на Дальнем Востоке в ноябрьске завершена. Теперь у организаторов другая задача – в срочном порядке все это упаковать, расфасовать и оформить. За 20 дней было собрано более 20 тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи, констовары, игрушки и продукты длительного хранения. 50 тысяч рублей наличными плюс деньги от Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямала. По словам представителей комитета солдатских матерей, машина готова и уже буквально на следующей неделе отправится на Дальний Восток. Буквально вчера ездил представитель автотранспортной компании и он смотрел, какая машина необходима. То есть, если изначально мы думали, чтобы просить 20-тонник, то сейчас машина будет гораздо больше. Это будет фура, большая фура, потому что, может быть, и легкие вещи, но они очень объемные и очень их много. Ну и потом, по истечении акции, очень надеюсь, что мы приедем, приедем, соберем всех жителей Ямала, всех тех, кто участвовал в этой акции и сделаем полный отчет о том, как все произошло. По предварительным подсчетам в благотворительной акции участие приняли более 300 жителей Ноябрьска. Но, пожалуй, самые приятные подарки, переданные теми, кто и сам нередко нуждается в чьей-то помощи. Так, в детском доме семья 10 дней. Его воспитанники вместе с педагогами собирали теплые вещи и канцелярские товары. Получилось 19 коробок. Кроме того, дети написали письма пострадавшим. Специально для организации благотворительной акции в детском доме было создано волонтерское движение. Волонтерское движение у нас образовалось только в этом году, вот с сентября месяц, и как бы уже не первая акция нашего движения. Планы очень большие. Чтобы помочь не только нам, помощь принимать, но и чтобы мы помогли окружающим. И на сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы магазин «Поди Сандверса». Торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 11 октября в Сальхарде переменная облачность, небольшой снег, ветер южный, температура минус 4 градуса. В Муравленко преимущественно без осадков, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, температура 5 градусов мороза. В Ноябрьске без осадков, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура 5 градусов ниже 0.